Так, пришли без предупреждения. У меня тут целая система должна быть подготовлена. Стойте пока еще, подождите чуть-чуть. Так, сейчас все расположу. Мир вашему дому. Да, с миром. Это самое, слава Господу Христу. Это самое, Геннадий Тихонович. Хотелось с вами... У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я это все знаю. Я ваш YouTube смотрю, как сериал. Я, хорошо, не против? Нет, нет. Хорошо, говорите. Расскажите, кто вы и откуда, чего. Так, мне зовут Роман. Я с Приморского края. Так. Приморского края. Вы меня хорошо слышите? Да, я хорошо вас слышу. Игнатий Тихонович, это самое... Вот видите, да, в руках. Это самое, а раз тоже у меня с тобой. Вот это видео. Да. Это самое. Работал панамарем я в церкви. В церкви. Вот. Но у нас там раскол появился. Перестал нас, батюшка, поминать патриарха. И местных епископов наших. Ну, это самое, хиреев. Вот. Назначили другого. Но у меня другая проблема. Ваш совет нужен. Служа в алтаре, я завязь зеленым змеем. И вот я хочу от этого избавиться. Вот. И вот я вас всегда смотрю на ютубе. Всегда смотрю. Это самое. И добродушие... А, кстати, вы... Вчера, да, у вас разговор был с шахматовым, да? Да, сейчас только вернулись мы. Ездили, смотрели там парк, храм построили. И он сейчас только на... А Сергея его отвез в аэропорт сейчас. Ну, я видел ваше интервью с шахматовым. Это самое. И, знаете, бывало, что я хотел вас спросить. Вы на многое на вопрос уже ответили для меня. Так что это самое. Игнатий Тихонович, хочу ваших молитв попросить. Это самое. Ваших молитв. Поклон отцу Акиму. Поклон вашей супруге Надежде Васильевне, да? Да. Это самое. Надежде Васильевне. И, знаете, передайте поклон Сергею Купкову. И который вас снимает. Я не помню, как его звать. Владимир Пащенко. А, да-да-да-да. Вот Владимир Пащенко. Ему поклон. Тоже передайте. Потому что он более всех мне симпатизирует. Владимир Пащенко. И так и так самое. Ну, у меня что? Мне 39 лет. Двое детей у меня. Мальчик, девочка. Вот. Дочка во втором классе. Ну, я как-то слышал ваш разговор, что вы не приветствите шахматы. А у нее как раз второе место по шахматам. Вот. Вот. Она во втором классе. Вот. И ваших молитв прошу. Потому что, знаете, что? Я сам служил во вторе. Я читал шерстапсалмы. И апостолы читал. Вот. И я немножко, как говорится, завяз. Вот. Вот. Ваши мудрые, как говорится, мудрые... А что у вас, из-за чего не поминает патриарха-то? Какая причина? В чем его обвиняют? А потому что он встретился с католическим попрызком. Ну, что из-за того, что встретился, с чем он потерял? Ну, по мне это точно нечего. А вы знаете, это самое. А он, как говорится, считает, те, которые уже встретились с католиками, уже все еретики, он считает еретиками. Вот. Его сняли уже сам. Ему давали полгода, полгода, чтобы он надумался. Он не надумался. Вот. А вы его не можете на меня вывести в интернете, чтобы я с ним побеседовал? Убедил его, что... А вы знаете, сейчас... Сейчас у меня с ним контактов нету, и он даже со мной разговаривать не будет. Почему он меня считает предателем? Потому что я у него прислуживал. Вот. Вот. И он не хочет. Ему другие священники убеждали, другие священники. Но он никак не может. Он, наверное, как-то связан с Диамидом? Да нет. Ну, знаете что? Он хоть и отлучен от Сана, но он домовую церковь взял. И он отдельно, вот у нас, где я живу, в поселке Преображение Преображения Преображского края, на два, на две части разделились. То есть, с прихода. Половину тела к нему ходят, половину в РПЦ. Вот. И вот как-то вот так вот. И он со мной разговаривать не будет. Он меня считает предателем, потому что я с ним не пошел. Ну, ладно, что предателем-то. Я никак не пойму. Вина-то патриарха Кирилла в чем в его глазах? Что он там? Ну, встретился дальше-то, что, когда все уже католично. А он начал 90 правил апостола, что-то там, какое-то там правило, да, озвучивать. Якобы, кто и с эритиками там извержен, да будет. Ну, я дословно не помню. Ну, должно вы знать. И он насчет этого вот играет. Ну, а с чего он взял, что с эритиками-то? И что он делал с эритиками-то? Обвинения-то нет. Эритикин всегда были. А почему он решил, что папа эритик-то? Где это у него написано? Я, знаете, я попробую его номер телефона найти и вам скинуть. Скинуть. По скайпу же можно, да, будет скинуть? Можно только, чтобы вы были рядом с ним. А, нет, он со мной не будет. Ладно, скажите ему. Скажи, можешь вот задать вопрос и так-то, и так-то. Мы принадлежим к РПЦЗ. Но мы... Я знаю. Объединение. Вот 3 февраля было 40 лет, как отцу Акиму, 40 лет в священном сане. И к нам быстро тут при... Он где-то был в командировке, было ли что, митрополит Сергий, патриарший, московская патриархи РПЦЗ. И он службу у нас вел здесь, в Барнауле. И снял с себя крест с украшениями. И наградил отца Акиму на него со своей шеей ему надел. Я такого не видал еще. Награду выдать, а у него не было с собой. И он тогда с себя снял и отдал. Это архиерей по ноге, наверное. Не по ногею, а крест с украшениями. Вот такой... Ну, и у меня вот проблема, вот я хочу... Вот это самое, я сам вот грешный человек. Вот это самое, ваших молитв прошу. Прошу, знаете что, если у вас есть возможность, запишите записочку в вашем храме, роман у отца Акима это самое. Так вот, слушайте, наше правило, вы почему без бороды-то? Зачем бреетесь? А я, если честно, я пытаюсь отрастить это. Мне по службе работы не позволяют. Это неправда, такой работы нет. Не позволяют уйти с работы, но лик божий не порти. В охране вот заставляют. Ну, заставляют, значит. Это охрана такая, которая тебе не нужна. Так в любом месте можно на любое сказать. Они не разрешают мне то-то и то-то. Но это работа, а они музыку заказывают. Это не так. Вы бритву выбросьте сегодня же. А если будут придираться, вы добейтесь до того, чтобы по закону было. А по закону у них ничего нет. Они не могут вас уволить. Если уволят, и вы будете дома сидеть два месяца, а суд может вырешить оплатить за два месяца полный оклад. А, даже так, да? Да. Да. Даже год не будете ходить и подадите. И заставить за год выплатить. А если честно, я даже и не хотел бриться. Мне даже этого лень делать, если честно. Это не лень. Дело в том, что это грех. Это грех. Потому что Господь так усыновил. У Давида, когда у слуг обрели полбороды, он их не запустил в город Иерусалим. Да, я слышал ваше шахматное интервью. Вы это все говорили. А как так вот? Это мы обязаны просто делать. Вы как православные. Так что начните с бородой. И когда с бородой будете, тогда будет какая-то просьба. А для нас вы как мирской человек с улицы. Понятно. У нас очень строгая дисциплина. Это по-другому нельзя. Мы сейчас так и с шахматовым расстались. Были и тут. Ну, он поехал не с пустыми руками от нас. А, кстати, знаете, что я хочу сказать? Вы прослеживаете по Ютубе Никита Колесникова? Нет, мы не встречаемся. Но он приходит на наши молитвенные, на занятия. У нас каждый вечер занятия. Вы знаете? Ну, я хочу сказать, что хочу сказать. Если вы можете посмотреть, он пытается учить по Библии. Там тоже свою компанию собирает. Но это самое. Он действительно ересь там несет. Он от своего ума там что-то говорит. И говорит, он якобы хочет показаться как проповедником. Вы, я просто говорю, вы просмотрите его ролики. Я не знаю. Может быть и так. Но надо подсказать. Вы ему и подскажите, раз знаете. А у меня выхода нет на него. А это самое. У него свой тоже Ютуб канал есть. Вот пусть он заходит ко мне. Я его к нему не пойду. Он у меня был. Я сделал, что все сделал. Пять лет я трудился над его душой. А это самое. Ну, вам по секрету скажу. В свое время я тоже хотел стать священником. Но знаете, почему я не пошел? Я учился в это самое. Потому что я по своему духу понял, что я пойду по лицемерии и гордостью. А я таким не хочу быть. Если Господь милостив, то он может меня вот так принять. Работал по намарюм. Ну, служил, прислужил по намарюм. Читал в 6-м псалме. Симов веры наизу знаю. Все это самое. Многие. В 90-е, 50-е псалом. Такой бритвей заходили в алтарь? Ну, да. Вас в храм не надо пускать. Не то, что в алтарь. Что вы делаете? Этого нельзя делать, Роман. Ты же не маленький. Ты посмотри по иконам. Ну, ладно, сектанты, эритики. Но ты православный. Ты посмотри, Христос с бородой, пророки все с бородами, апостол Иоанн Кронштадтский с бородой. Ну, возьмите, даже Иоанн Крестьянкин, Николай Гурьянов. Ну, все с бородами. Чего ты ломаешься? Даже Дворкин с бородой. Да, кто любит мир, кто нет любви очень. Нет любви. Это мир. Это мирское. Вот кто-то чего-то уволит. Да мы же в этой стране живем, мы же не бреемся. У нас в армию ребята идут с бородами, с бородами возвращаются. Они идут, там где-то нельзя, но зато можно на альтернативной основе не брать оружие. Ну, подольше. А они совсем не стали наших брать людей. И все живые. Мы от армии не уходим. Но бороду никто не трогает. А, кстати, хочу, ну, Библию вам показывал. Вот мой молитвослов, который я молюсь. Это вот Псалтырь, Псалтырь, который я читаю иногда. Псалтырь кто написал? Давид. А с бородой? Да. Так, Моисей написал первые пять книг с бородой. Да. Пророк Илья и все остальные пророки. Все были с бородой. Ну, да ты кто тогда такой-то? Зачем же так? Я православный, я делаю все по-своему. Никак. Так, у вас если ничего нет, я уже отхожу, у меня тут просятся. А, ну, извините, это да, это самое. Помолитесь обо мне, это самое. Хорошо, помолитесь. Можно как-нибудь с вами еще раз когда-нибудь связаться? Пророк, чем через две недели, но заранее напишите внизу. А, хорошо. А вы почему на наши занятия не приходите? А на ваши занятия-то куда? Сейчас напишу. Сейчас напишу внизу. Все, пока. С Богом. Ага, все. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok